Книга «Открытым оком» Вопрос 2141, 8 том, тема болезнь Когда человек много претерпит в болезни или в несчастьях, то сердце его делается более мягким и сострадательным. Когда закончились гонения на христиан, то явили и они миру терпимость в вере и в ином, ибо опыт уже был достаточный, что не желай ближнего, чего не хочешь себе. Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Ветхозаветный дух сокрушения идолов физически, а не в сознании людей, крепко засел в головах Вуанна Аргесоновых. Принцип «всем вместе идти и только скопом» не дал возможности духу свободы во Христе даже вздохнуть, его тут же задушили. Горько и больно читать, что некрещенный император Константин оказался выше архиереев православных в вопросе свободы и веросповедания. А у православных эта заноза так и не выгнила. Как только чуть-чуть им давали власть, так они душили и ловили старобрядцев, гонялись за их священниками и епископами, как в зимнем лесу за зайцами. Потом штунду разнокалиберную травили и ссылали. А уж потом на них самих пришла эта сталинская чума под благословением мощей Ленина. И ныне чуть им дали власти, позволили прислониться к президентским хоругвиям, как они уже отбирают храмы у русских же, у православных же, но от белой эмигрантской церкви храмы. И здесь гнут законы под свою тоталиатарную сущность монастырскую – православие или смерть. Не подумайте, что преувеличиваю или нагнетаю. Так и пишут. И есть великодержавные организации, которые так в одной строке и пишут. Мы за православие, но против христианства. 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Господь есть дух, а где дух Господен, там свобода. Пример жития святых. Сильвестр, 2 января. Церковь Христова день ото дня возрастала и умножалась в числе своих чад, а идолопоклонство умолялось. Это привело в радость верующих, которых в Риме было уже так много, что они хотели изгнать из города всех, не желавших стать христианами. Царь, однако, запретил это народу, сказав. Бог наш не хочет, чтобы кто-нибудь обращался к нему, будучи принежден к этому. А кто по своему расположению и с добрым намерением приступает к нему? К тому он благоволит и милости его принимает. Итак, кто как хочет, так пусть и верует. С полной свободой и пусть один не преследует другого. От этого царского слова народ еще больше возрадовался, видя, что царь представляет каждому жить по своей вере, как кому желательно. Вошли затем и евреи. Количество ства 20 человек. И точность началась беседа, которую царица Елена слушала, сидя за занавесом. А царь с Синклитом обсуждали то, что говорилось с той и другой стороны.